На прошедшей сессии городского собрания депутаты приняли проект второго дополнительного бюджета на этот год. Подробно рассказывает докладчик вице-мэр Сил-Ламяя Татьяна Иванова. Прежде чем делать проект второго дополнительного бюджета, мы оценили те потребности расходной части бюджета, которые необходимо решить именно на сегодняшний момент. И это позволило нам сделать хорошее поступление подоходного налога с физического лица. И за 7 месяцев у нас мы в плюсе идем 155 тысяч евро. Поэтому мы увеличиваем план поступления подоходного налога на 68 тысяч. И помимо этого источника дохода, собственные доходы наших учреждений на 27 тысяч увеличились от хозяйственной деятельности. Также в доходной части бюджета целевые государственные денежные средства, которые направлены на наше учреждение. Детского попечительства, лотус, дополнительные денежные средства. Ну вот, наверное, в доходной части бюджета это самое основное. Но если говорить, что доходная часть бюджета от основной деятельности дохода, они увеличились у нас на 325 тысяч. Здесь еще сыграл момент, что такая большая сумма, что мы 200 тысяч из доходов инвестиционной деятельности перенесли в доходы основной деятельности. Все, что касается расходной части бюджета, больше направлено на выполнение различных предписаний, которые получил город. И которые нужно решать, чтобы не платить штрафы за невыполнение предписаний. Ну, помимо этого, выделены деньги нашему спорткомплексу для установки трех дополнительных элементов на нашей скейт-площадке, что, я думаю, порадует нашу молодежь. Что касается инвестиционной деятельности, внесены некоторые изменения, они не очень велики, но, тем не менее, появилось несколько дополнительных пунктов. От некоторых пунктов, ну, небольшой, 13 тысяч, нам пришлось отказаться, потому что мы не получили поддержку внешней помощи. Ну, мы этот пункт решим за счет наших своих городских денежных средств. И, в целом, в общем-то, такой дополнительный второй бюджет направлен на выполнение предписаний. Ну, нам это позволило сделать хорошую пока доходную базу бюджета.